У Ирины Александровны больные ноги. Она с трудом передвигается и редко выходит из дома. Всё необходимое ей обычно приносят родные. А несколько дней назад к пенсионерке пришёл незнакомый мужчина. Представился сотрудником пенсионного фонда и стал расспрашивать хозяйку о пенсии. Я ему дала паспорт, справку об инвалидности и пенсионную книжку. Он посмотрел, говорит, а что вы так получаете малопенсию? Вам недоплатили вот такую сумму. И написал 270 тысяч и ещё какие-то копейки. Я говорю, ой, надо же как. А дальше всё как под гипнозом. Незнакомец говорил без умолку, в итоге убедил пенсионерку. Чтобы получить выплату, она должна как можно скорее снять с книжки все деньги. И продиктовать ему номера купюр. Всех без исключения. Я только снимаю номер купюрой. И, говорит, потом вас вносим. Ну, куда там, я не знаю. И, говорит, у вас будут идти деньги. Я говорю, с какого месяца? Он говорит, с ноября уже. Аферист предложил лично отвезти хозяйку в банк. Женщина согласилась. Злоумышленник был очень вежливым и обходительным. Помог своей жертве спуститься по лестнице, усадил женщину в её инвалидную коляску и отвёз до ближайшего отделения банка. Там потерпевшая сняла деньги, и они оба вернулись в квартиру. Этот момент зафиксировала камера наблюдения. Аферист помогает своей жертве зайти в подъезд. В квартире мошенник расположился в комнате и начал переписывать номера купюр. Женщина сняла деньги в размере 12 тысяч рублей. Мужчина, в свою очередь, воспользовавшись тем, что пенсионерка отошла попить воды, взял деньги и скрылся. Москвичка обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по Восточному округу города Москвы задержали подозреваемого на Никитинской улице. Задержанный 38-летний приезжий уже был судим за мошенничество. Своего обидчика Ирина Александровна уже опознала. Сейчас полицейские разыскивают других потерпевших от действий этого мужчины. Возбуждено уголовное дело. Елена Бабаева, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.